привет друзья сегодня мы будем говорить с вами вот об этом об этом о левом и правом полушариях головного мозга который очень влияет на нашу эффективность на нашу результативность приветствую вас друзья с вами я виталий и сегодня короткий видеоролик посвящается у нас чему прекрасной погоде я с большим удовольствием вышел сегодня природу много-много долго-долго сейчас ходил лазил по горкам и вот нашел хорошую такую локацию спокойно здесь людей как бы нету много не ходите за мной за мной за мой прекрасный вид на горы на лес нет здесь очень вдохновляет сказать несколько слов по поводу интересного инсайта который меня посетил на этой неделе инсайд как касается зависимости нашей зависимости от работы нашего мозга с одной стороны мы зависим и говорим большое спасибо нашу мозгу что он работает как бы в бессознательном состоянии и все поддерживает все наши процессы жизни жизнедеятельности и в то же время мы оказываем на него непосредственно влияние своими эмоциями своими чувствами своими поступками своими действиями которые приводят нас куда приводит нас к позитивному эмоциональному состоянию или негативным эмоциональным состоянием вот что интересно что наши два полушария у нашего мозга имеется два полушария левое правое которое лево отвечает за нашу логику аналитику за последовательность взаимодействие между частями какими-то действиями очень много там вопросов решается в левую половине левое левое полушарии нашего мозга а в правое полушария отвечает за целостную картину мира за восприятие целостной картины и поэтому образов больше в правом полушарии в левом больше деталей больше конкретики больше логики больше планов так далее и что интересно между двумя этими полушария при взаимодействии происходит как бы они попадают такой конкурентные синицы не синергию в такую такую единство такое образуется между ними когда когда происходит состояние радости вдохновения там эмоционального подъема позитива как мы говорим да благодаря этому состоянию наш наш мозг образует между левым и правым полушариям новые какие-то нейронные связи не нервно не на нервном на химическом уровне да эти потом переходы за помогает мне быстро быстро обмениваться информацией данными между левым и правым полушариям так вот что интересно и но с другой стороны когда это позитив очень долго тянется очень долго тянется между левым правым полушариям происходит очень много связей которые в конечном итоге не недостаточно крепки перед 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 стрессом да то есть когда происходит стресс и связи нарушается рвутся человек испытывает такой дискомфорт подать депресс нят там и негатив какой-то ходит такой глубокий да потому что он сильно долго находился в позитивном состоянии и эти связи нейронные там связи до которые образовались они не испытывались на прочность не испытывался на прочность состоянием стресса поэтому я хотел бы вас это мотивировать и себя мотивировать сейчас принимать осознавать этот процесс полезности негатива полезности стресса разумного да и полезности этого состояния позитива радости и веселья конкурентно такого состояния которое мы все любим все пропагандируем позитивы именно длительное нахождение в позитиве радости и веселья приводит к тому что связь между левым правым полушариям слишком слишком становится их много они становятся такие некрепкие при малейшем стрессовой ситуации они начинают рваться разрываться их там и человек подает такое неадекватное состояние при этом состоянии может быть действие неадекватные и решение принимать какие-то и тогда это Buddy гай то есть негативное состояние самое стресса вызывать что у нас вызывает вызывает как бы состоянием испытания мы испытываем есть пытываем страданием их называем страданием а для нашего мозга эти испытания выражается именно в том чтобы проверить на прочность и связи которые образовались между правым и левым работал шаре вот именно состояние стресса состояния какого-то перехода из из одного качества другое качество состояние выхода из зоны комфорта но очень полезно именно для того чтобы испытать эти связи на прочность и укрепить их которые слабые связи разорвать их и так далее и благодаря этому наш левое полушарий начинает более интенсивно работать более искать другие пути взаимодействия с правым полушарием и так далее так далее очень важный момент находиться в состоянии осознания этого процесса процесса полезности негативное состояние стрессов и позитивное состояние то есть два состояния очень важны чтобы выиграть она проиграть называется этот принцип я назвал очень так понятно и доходчиво чтобы выиграть надо проиграть проиграть саму себе